Милостив ко мне грешному, создавая меня, Господи, и помилуй меня, и счастливая, согрешивая, Господи, прости меня, грешивая, и помилуй, достойно есть я, кого истинно ублажить и те Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, счастнейшую Херувиму, славнейшую его истину, Серафим, без истления Бога, Слово, родящую и сущую, Богородицу Тя величая, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, и во веки веков, аминь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, Воскресный измертвый, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради причистой Твоей Матери, силы честного животворящего Христа, святых ангелов наших, хранителей всех ради святых, помилуй и спаси нас, яко благослови, человека любят сами. Боже, будь милостив ко мне грешен, создав имя, Господи, помилуй меня, безчестного грешен, Господи, прости меня грешен и помилуй. Помилуй за молитвы святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради, Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради, Боже, очисти меня грешного, яко не кори же благое сотворив пред Тобою, но избави меня от лукавой, да будет мне воля Твоя, да неосужденно отверзнулся, мы недостойно, воспалю имя Твое Святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно и во веки веков, аминь. Аминь, Царю Небесный, утешите души истинные, и живи с Десы, и вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю, прииди вселесивны и очистены от всяких скверных, и спаси блажи души наши, Святые Божие, Святые Крепкие, Святые Бессмертные, помилуй нас, Святые Божие, Святые Крепкие, Святые Бессмертные, помилуй нас, Святые Божие, Святые Крепкие, Святые Бессмертные, помилуй нас, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святые, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно и во веки веков, аминь. Отче наш, Иже и Си на небесе, да светится имя Твое, Да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, Як он на небесе и на земле, Хлеб наш насущный дашь нам днесь, И остави нам долги наши, Як же и мы оставляем должником нашим, И не введи нас в искушение, Но избави нас от лукавого, Ибо Твое есть Царство, Сила и Слава во веки, аминь. Поставши от сна, припадаем Тебла, Жангельскую песню пьемте сильной, Свят, Свят, Святости Божия, Богородицу и помилуй нас, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Отодраясь на возникнейся, Господи, Умой просвети и сердце, И уснея моя твердивая, Иже петь, и Тебя Святая Троица, Свят, Свят, Святости Божия, Богородицу и помилуй нас, И ныне и присно, И во веки веков, аминь. Внезапно Судья приедет, И кое-же деяния обнажаться, Но страхом зовем полуночи, Свят, 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 Если Божия, Богородицу и помилуй нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, Кому играет Твоя благость и долготерпение, Не прогнился на меня ленивый и грешный, Не погубил меня с беззакониями моими. Но человеколюбцовься обычно, И в нечаянии лежащий говозди умеясь им. Во я же утренки, словословики державу Твою, И на небладыков просвети мою очи мысленное, Отверзи мои уста, Поучать я со совестьем Твоим, И, разумеете, заповеди Твоя. И творите волю Твою, И пейте Тя во исповедании и сердечием, И воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, Ныне и пресно и вовеки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся Христу, Царю и Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к самому Господу, Иисусу Христу, Царю и Богу нашему. 105-й Псалом Аллилуйя! Славьте Господа, ибо Он благ, и вовек милость Его. Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его, Блаженный, хранящий суд и творящий правду во всякое время. Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу Твоему. Посети меня спасением Твоим, Дабы мне видеть благоденственно избранных Твоих, Веселиться весельем народа Твоего, Хвалиться с наследием Твоим. Согрешили мы с отцами нашими, Совершили беззаконие, Соделали неправду. Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, Не помнили множество милости Твоих, И возмутились у моря, У Черного моря. Но Он спас их ради имени Своего, Дабы показать могущество Своё. Грозно рек морю темному, И оно иссохло, И провел их по бездну, как по суше. И спас их от руки ненавидящего, И избавил их от руки врага. Воды покрыли врагов их, Ни одного из них не осталось. И поверили они словам его, И воспели хвалу ему, Но скоро забыли дела его, Не дождались его изволения. Увлеклись похотением в пустыне, И искусили Бога в необитаемом. И он исполнил прошение их, А послал язву на души их. И позавидовали в стане Моисею и Аарону, Святому Господню. Разверлась земля, И поглотила Дафана, И покрыла скопище Аверона. И возгорелся огонь скопища их, В пламя попали уничтивых. Сделали тельца ухрыва, И поклонились истуканам, И променяли славу Своенное изображение вола, Идущего траву. Забыли Бога, Спасителя своего, Совершившего великое в Египте, Дивное в земле хамовое, Страшное у черного моря. И хотел истребить их, Если бы Моисей избранный его, Не стал бы перед ним в расселении, Чтобы отвратить ярость его, Да не погубит их. И презрели они землю желанную, Не верили слову его, И роптали в шатрах своих, Не слушались глаза Господня. И поднял он руку свою на них, Чтобы не изложить их в пустыне, Не изложить племя их народа, И рассеять их по землям. Они прилепились к Као-фигуру, И ели жертву бездушным, И раздражали Бога делами своими, И вторглоским язвам. И восстал Финиес, И произвел суд, И остановилась язва. И это обменено ему в праведность, В роды и роды вовеки. И прогневали Бога вот миливый, И Моисей потерпел за них, Ибо они огорчили дух его, И он погрешил устами своими. Не истребили народов, О которых сказал им Господь, Но смешались с язычниками, И научились делам их. Служили и стуканам их, Которых были для них сетью. И приносили сыновей своих, И дочерей своих в жертву беса. Проливали кровь невинную, Кровь сыновей своих, И дочерей своих, Которых приносили в жертву Идолам ханаанским, И осквернила земля кровью. Оскверняли себя делами своими, Глудодействовали поступками своими. И восплывал гнев Господа на народ его, И вознушался он наследием своим, И предал их в руки язычников, И ненавидящие их стали обладать ими. Враги их утесняли, И они смирялись под рукой их. Много раз он избавлял их, Они же раздражали упорством своим, И были уничижаемы за беззаконие свое. Но он презирал наскорбь их, Когда слышал вопыли их, И вспоминал завет свой с ними, И раскаялся по множеству милости своей, И возбуждал к ним сострадание во всех, Принявших их. Спаси нас, Господи Божий наш, И собери нас от народов, Дабы славить Святое имя Твое, Хвалиться Твоей славою. Благословен Господь Бог Израилев, От века и до века, И доскажет весь народ. Аминь. Алилуйя. Слава Твою Сыну и Святому Духу, И ныне и пресной, Во веки веков. Аминь. Алилуйя, алилуйя, Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне и присно, и во веки веков! Аминь! Многомилостивый и всемилостивый Божий мой, Господи Иисус Христос, по великой любви Ты сошел и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, молю Тебе, спаси меня по благодати. Ведь если бы Ты за дела спас меня, это не было бы благодатью и даром, но скорее долгом. Истинно так, богатое сострадание и неизречено в милости, ибо Ты сказал, о Христос мой. Верующий в меня будет жить и не увидит смерти во веки. Если же вера в Тебя спасает потерявших надежду, то вот я верю. Спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Да вместо же мне вера вместо дел, Божий мой, ибо не найдешь никаких дел оправдующих меня. Но вместо всех дел, да будет довольна верой моей. Пусть он отвечает. Пусть он оправдает меня. Пусть он осадил от меня участником славы Той Вечной. Да не похитит за меня сатана, и да не похвалится тем, что отторг мне от Твоей, Слово Божие, руки и защиты. Но хочу ли или не хочу? Спаси меня, Христос Спаситель мой. Скорее приди ко мне на помощь. Поспеши, я погибаю. Ты, Бог мой, очарив Матери моей. Сподоби меня, Господи. Вмени возлюбить Тебя, как я возлюбил некогда тот самый грех. И вновь послужить Тебе без ленности, как я прежде работал на сатану-больстителе. Буду же прежде всего служить Тебе, Господа и Богу моему, и Иисусу Христу. Во последней жизни моей, в ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Святого Ангела, поставь на блестя мою бедную душу несчастную жизнь. Не оставь меня грешного. И не отступи от меня за невыдержанность мою. Не дай возможности сломать демону, починить мне все посредства этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку, и выведи меня на путь спасения. О, святой Ангел Божий, хранитель и покровитель, бедному души и телу, прости мне все, чем оскорбил Тебе во все дни моей жизни. Если чем согрешил прошедшую ночь, защити меня настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не принять Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господу, чтобы Он утвердил у меня страхи Свои и садил у меня рабом, достойно Своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица Моя Богродица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного, несчастного раба Твоего. Уныния, забвения, неразумия, нерадения и всескверное, лукавое и худное помышление от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего. И погаси пламя страстей моих, и броничь и слав. Избавь меня от многих улыбительных воспоминаний и намерений и освободи от всех от злого воздействия. Ибо Ты благоценен от всех родов, и Твое пречистое имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, надежда, любовь, ибо мы усердно к Вам прибегаем. Скоро помощникам и молитвейкам о душах наших. Богородица и Дева, радуйся, обрадована, Мария, Господь с Тобою. Благословен ты в женах, и благословен плод чрева Твоего. Яко родилась и Христа спаса, избави Тебя душам. Наша непобедимая божественная сила, исчезнага животворящего Христа Господи, не остави нас грешных, уповающих на Тебе. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояния Твое. Победа на сопротивные дары Твои, сохраняй крестом Твоим жительством. Спасибо, Господи, помил от самого духовного родителей, родников, благодетелей, митрополитов, Марка, Николая, и песков Агафангела, Тихона, Антония, Священная Рея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Вадима Зосимова, Владимира, Максима, Андрея, Дьяконов, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Епископа Максима, Метрополита, Сергия, Патриарха, Кирилла, Корнилия, Александра, Деодора, Метрополита, Тихона и Лариона, и весь священник Чискина, Чискичин, и высшие истины, служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам, дающего священника, рожденного свыше благовестника, вместо этой занятий, как тебе угодно, смири власти воинств твоих, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей, умудри их издавать и исполнять добрые законы, дабы дали достойно жить людям, чтобы было еще уделять нуждающимся, и преобразуешь сердца в духовное, Владимира Михаила, Зезепа Рамзана, Владимира Александра Дагена и Аммана, даруй мир Израилю, Россию, Украине, Сирии, Белоруссии, Карабаху, Казахстану, Канаде, где смута и мятежи, этого смутяна Алексея украти, и все их сообщество развеи, покажи ту бездну, куда они сталкивают людей, слава тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил, дай нам желание трудиться обнаружить и умножить наши таланты, дарованные тобой, для всего починам добрых помощников, доставников, советников, да будет благословен этот день, которого никогда не было во Вселенной, и мы совершенно не знаем, что нас ожидает в нем, но учи нас во всем доверяться тебе, твоему промыслу, ибо верующих тебя, разъемных свыше, исполняющих твои святые заповеди с любовью, ты называешь святыми избранными, помоги нам оправдать эти имена, которые ты даешь нам, слава тебе, Господи, слава тебе, Господи, защити жилища наши и селения от пожара, воровни, чистой силы, благослови живущих там, Андрея, Игоря, Игоря Владимира, дай веру, благослови Людмилу, Владимира, Любовь, Алексея, Иосифа, и прищи добрых жителей с детьми, любящими, знающими уставы твои святые, и сохрани на свое рода зла и греха, и сохрани школу, спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чадовик, Виктор, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алексею, и всех, кто делает истинными благовестниками жертвы твоей, что ты унос за нас, Христе Божий, и воскрес для нашего оправдания. Возри на угрозы врагов, на их зависть, на эту реку лжи, которая западает в земле, дабы до верных их она и не доходила. Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Будь милостивным к нам! Помоги нам прожить этот день безгрешно! Не нарушай твои заповеди! И от непосильных искушений избавь! Слава тебе, Христе Боже наш! Благослови благодетели наших! Воздаем добром! Елену, Елену, Людмилу, обрати Евгения, Наталья, Надежду, Юрия, Эдуарда, и помоги нам издать трехтомник Нового Завета с большим эфилактом толкованиям. Слава тебе, Христе Боже наш! И все наше родство найди! Идокии, Орентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну, Путешествующих, Раису, Льва, Виктора, Александра! Слава тебе, Ибо ты наш Господь и Бог! Посети болящих! Дай силу безропотно перенести страдания! Вы заставили Кирилла, Сергея, Алексея, Антония, Шаи Геннадия, Надежду, Людмилу, Ирину, Александру, Неанилу, Маргариту, Татьяну, Благодарю тебя, Господи, за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни. По твоему благоволению все это может оказаться полезным и спасительным для нашей души. И сохрани наши сокровища в интернете, их администрацию, расположи к нам и благослови. Благослови трудящихся, наверное, в поприще, Игоря, Юрия, Дмитрия, Виктора, Юрия, Вячеслава, Владислава, Роман, Николая, Алексея, Габриева, обратите, Мафея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонидия, Валентина, Валентина, Никиту, Андрея, Марию. Слава тебе! Хвала тебе, наш милосердный Создатель, Господь и Бог! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Слава тебе, наш Бог и Егова, Авва, Отче! Свят, свят, свят Господь Самоок! Вся земля полна слава Его! Аллилуйя! Слава, вышли Богу на земле, мир в человеках, в благословении! Благодарю тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне веру в тебя, страх пред тобой и ожидание суда Божия! Благодарю тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых особо каноны церкви, как на истину! Аллилуйя! И вечности воздай милости твоей всем, кто трудился над моей душой и возрастаниями в тебе, Марии, Степана, Александра, Михаила и Анну! Пресвятая Госпожа Богородица, Присна Дева Мария, Матерь Христа Бога Нашего, спаси нас молитвами твоими святыми и покроем опору любви от всего, что не славит Господа! Господи, воздай милости твоей всем, кто помог нам совершить миссионерские путешествия и посеянное нами святыми дадаст обильные добрые плоды и благослови помогавших нам Николая, Виктора, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Надежда, Людмила, Сергея, Наума, Валентину, Самиру, Самире и Тимуру, Рустику дай истину Христову веру, дабы не верили за пророком! Слава тебе, Христе Божий наш! Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешен, Благодарю тебя, мой добрый ангел! Сколько лет ты хранила, защищала меня от видимых и невидимых опасностей и повреждений! Не покиня в смерть, ведь сейчас, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою помытарством страшным и непонятным, и веди ее на веки! Вечное Царство Христа Бога нашего! Аллилуйя! Иоанн Креститель, притеча Христов, моли Бога о нас! Господи, научи на житель бедность, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономном, помогать нуждающимся и каждому дару доброе жилье! И Сергею Гавриеву! Святитель Христов Никола, Мерликийский чудотворец, образ крутости, воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас! Дарклимень, Господь, молитва твоя, о нас, о живности нашей, через которой Господь обрещает наше пребывание на этой юдоле печали в земле! Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Иерусей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Езра, Неемия, Амос, Наум, Исайя, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия и Аиль, Агей, Сафония, Захария, Малахи, Даглид, Нафан, Данил, Отрих и Парон, Михея, Авраам, Исаак и Иаков, да исполнит Господь духом пророческим церковь свою! Дабы день прихода этого нашего отшествия не засталось с неготовыми, но чтобы мы вышли на встречу тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными или добрых дел, с отделанными в Духе Святом и с любовью, Аллилуйя! Молите Бога на святые ангелы, архангелы, по любимой, терапимой, всенебесной силы крестового Божия предстоящего, и святые апостолы, и Петр, и Павел, и Евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн. Дарует Господь нам жажду исследовать священное Писание ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о тебе. Аллилуйя! Молите Бога на святые мученики, Игнатий Болгоносец, Паликарус, Минский, Устин, Философ, Касмай, Дамиян, Андрей, Стратилат, Иерон, Мученик, Климент Римский, Климент Анкинский, Анкин, Комедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, Царь Николаев, Святое Царское Семейство, Владимир, Леонимин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не приемл на чертане звери антихриста ночевую веку. Господи, обманывающие людей, что будто бы от предсказанных тобой казней можно избавиться ущищрениями, союзами, изобретениями, медициной. Это сатанинская ложь. Твои причинствия устав сказали, будет посреднее время глады, моры, землетрясения, войны. И восстанет брат на брата, народ на народ и царство на царство. Это еще не конец. И сему надлежит быть. И этого никак нельзя избежать. И все это по любви твоей, чтобы люди не уходили из этой жизни, не примирившись с тобой, ибо за гробом нет покаяния. Молите Бога на ассоциации. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Афанасий Великий, Иприн Сирин, Антоний Макарий, Макарий Антоний, Феодосий Корнили, Ио, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серапим Саровский, Антабольский, Антранштадтский, Аншанхайский, Кирилл, Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Пиларет, Иероним Средонский. И все переводчики Священного Писания, Молите Бога о нас. Да укрепите, Сохранит нас Господь Святой, Православной вере, А замыселить Итиков, Сектантов, Разрушь, Развей И мечтой преврати. Господи, Благослови Призванных на фронт, Изъятых из семей, Никиту, Александра, Максима и готовы быть призваны Иоанна, Георгия. И с Богом на рождение, чтобы они были там светильниками твоими, чтобы они не стали убийцами почти в томящихся водах, в тюрьмах, в психиатрических темницах и этих осужденных сохрани и освободи Сергея Илью и неверных нам и страдальцев. Тебе, Боже, слава и хвала. Упокою, Боже, Господи, в обителях небесных усопших отец и братьев наших, родителей, сродников, благодетелей всех православных христиан. Ибо не есть человека на земле, который живя не согрешил бы. Прости им всякое согрешение, вольное и невольное, и душам нашим полезное сотвори. Алибуя. Молите Бога на святые жены и девы, Фёкла Первомущенцев, Атина Самарина, Феврония, Вера, Надежда Любой, Матерь Софии, Наталья Адриан, Варвара, Екатерина Перепитуя, Татьяна Ирина, Ольга, Елена Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Престила, Атила, Андроника Юни, Киприяна Устина. Да дарут Господь, женам и девам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость, и сохранив от всяческого поругания и насилия, и справки покорилась Галины, семейство Евгения, Надежды, Людмила, Виктории, Иоанна. Слава Тебе, Христе Боже, она. Слава Тебе, Бог милостей, да будь благословен этот день. Жалься над наследием Твоим, Господи, да будет всюду мир и любовь, и свидетельство этому миру о жертве Твоей. Господи, прими нашу молитву в оздянии рук, как жертву вечерней в благоухании, приятной перед престолом благодати Твоей. Господи, соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молясь, если Тебе на небе и на земле, и сотворил это от мира, и сохраняешь его, как зиждитель. Ты, Господь, знающий все прежде бытия. Услыши, Господи, исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный. Ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего единородного Иисуса Христа за нас грешных. Услыши и исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них. И мы молимся о незаповедавших. Коснись их, приведи их к покаянию и над ними жалься. На Тебя мы уповаем, Христе Божий наш. Благослови тех, которые входят в новое жилище, вошли Михаила и Елену, Романа и Екатерину. Помоги им. Благослови. Между нами да будет мир, любовь и согласие всегда. Тебе, Божья, хвала, слава, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Доброе утро всем и мир всем. Если кто новенький, не знают, поясняем, что после утреннего правила у нас считается Новый Завет с толкованием Блаженного Феофилакта. И это доброе бремя любви взяли на себя наши сестры Хапирина Валентина Сергеевна и Симоненко Ольга Николаевна. Они считают Новый Завет с толкованием Блаженного Феофилакта. Итак, дорогие сестры, ваше время. Благослови Господи на чтении Священного Писания с толкованием Блаженного Феофилакта. Дару и разуметь написано исполнить волю Твою во славу имени Твоего Святаго. Читаем послание апостола Павла к филиппийцам 2 глава 1 и 2 стихи. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Толкование. Слова эти значит вот что. Если вы желаете доставить мне какое-либо утешение в моих испытаниях, если желаете оказать какую-либо отраду, которую рождает любовь, если думаете доказать, что имеете некоторое общение со мной в духовных делах и ради Господа, если скорбите обо мне и сочувствуете моим страданиям, то за все это воздайте мне взаимной друг другу друг ко другу любовью. Заметь, как он в их единодушии видит для себя личное благодеяние и полагает, как будто он сам удостоился милости. И не сказал доставьте мне радость, но дополните. Вы, начали во мне радость и уже доставили мне мир, желая, чтобы эта радость была доведена до конца. В чем же моя радость? Не в том, чтобы мне освободиться от опасности или получить от вас что-нибудь, но в том, чтобы вы мудрствовали одинаково. Имейте ту же любовь. Это больше, чем мыслить одинаково. Когда ты любим чрезмерно, отвечай не слабой любовью, но равной мерой. Будьте как бы одна душа, не по природе, но по мыслям и согласию. На это апостол указывает словами «Будьте единомысленны». Третий стих «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смириному мудрю почитайте один другого высшим себя». Толкование «Ничего говорить не делайте по зависти или соперничеству, что бывает, когда мы говорим «Вот я поднатужусь, чтобы меня не превзошел такой-то». В этом именно и состоит любопрение. Затем апостол матерью такой ревности выставляет тщеславие, потому что из последнего рождается первое. Когда мы ищем славы человеческой, чего мы для нее не делаем. Теперь апостол показывает нам путь, которым мы должны избежать тщеславия и предлагает спасительное для нас учение. «Если говорит ты представишь себе, что другое не просто больше тебя, но чрезмерно тебя превосходит и по великому смирению убежден будешь, что это подлинно так, то ты его всячески будешь почитать. Поступая так, ты не огорчишься, когда увидишь, что и другие его почитают, даже если бы он стал тебя поносить или бить. Ты терпеливо перенесешь, потому что ты, признав его высшим себя, не будешь и завидовать ему, потому что зависть бывает к равным, а не к тем, за которыми мы признали преимущество. И тот, в свою очередь, будет думать, что ты превосходнее его, и вот настанет между вами полный мир». Четвертый и пятый стихи. «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Толкование. «Когда я заботюсь о том, что для тебя полезно, а ты о том, что для меня, тогда не будет места ни тщеславию, ни расприям, ни чему-либо вообще дурному, но будет жизнь ангельская и божественная. Как Христос говорит, «Будьте милосердны, как и отец ваш небесный милосерд». Лука 6, 36. «И затем научитесь от меня, ибо я кроток». Матфея 11, 29. Так и Павел, научая смиренно-мудрю, чтобы больше устыдить нас, приводит в пример Христа, как и в другом месте говорит, «Он, будучи богат, обнищал ради вас». 2 Коринфянам 8, 9. «Когда он указывает на Сына Божия, высочайшего всякой высоты, и так уничижившегося, кого из высокомудрущих он этим не пристыдит». 6 стих. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Исчисли, сколько здесь низлагается еретиков». Маркион Пантийский говорил, что мир и плоть зло, и что поэтому Бог не принимал плоти. Маркел Галатийский, Фатин и Сафроний говорили, что Слово Божие сила, а не ипостасное существо, что эта сила обитала в том, кто произошел от семени Давидова. А Павел Самосадский говорил, что Отец, Сын и Святой Дух простые имена, приписанные одному лицу. Арий говорил, что Сын есть творение, Аполлинарий Ладикийский говорил, что он не принимал разумной души. Итак, посмотри, как все эти еретики падают от одного почти удара, будучи образом Божиим. Божиим. Как же вы, Маркелиане, говорите, что слово есть сила, а не сущность. Образом Божиим называется сущность Божия точно так же, как образом раба называется природа раба. Как же и ты, Самосадский, говоришь, что он начал свое бытие от Марии, ибо он предсуществовал в образе и сущности божественной. Но посмотри, как падает и Савелий. Не почитал хищением, говорит апостол, быть равным Богу. Равный не говорится об одном лице. Если равен, то кому-нибудь равен. Таким образом ясно, что речь идет о двух лицах. И Арий опровергается многими способами, образом Божиим, то есть сущностью. И не сказал бывший, но будучи, что подобно изречению я есть мсущий. Исход 3.14 И не почитал хищением, быть равным Богу. Видишь ли равенство? После этого как же ты говоришь, что отец больше, а сын меньше? Но посмотри на безрассудное упорство еретиков. Сын, говорят, будучи малым Богом, не почитал хищением, быть равным великому Богу. Но во-первых, такое описание учит нас, что есть малый и великий Бог. Так учат эллины. А что и сын великий Бог, послушай, что говорит Павел, ожидая, говорит, явление славы великого Бога и спасителя нашего Иисуса Христа. Титул 2.13 Затем Затем, если он мал, каким образом он почитал хищением себе быть великим. Кроме того, Павел, имеющий ввиду научить смиренно мудрю, оказался бы нелепым. Если бы внушал следующее, поскольку малый Бог не восставал против великого Бога, то и вы должны смиряться друг перед другом. Потому что какое же это смирение, когда меньше не восстает против большего? Смирением называется то, что он равный и равномощный Богу, добровольно сделался человеком. Итак, об этом довольно. Далее посмотри, что говорит Павел, не почитал хищением, когда кто-нибудь похитит что-нибудь боится отложить это, дабы не потерять не принадлежащее ему. А когда имеет что-нибудь от природы, легко пренебрегает этим, зная, что он не может всего лишиться. И если казалось бы отказывается от этого, то опять он воспримет. Таким образом апостол говорит, что Сын Божий не боялся унизить своего собственного достоинства, потому что он имел его, то есть равенство с Богом Отцом, не через хищение, но признавал это достоинство принадлежащим своей природе. Поэтому он и избрал уничижение, так как и в уничижении сохраняет свое величие. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Спаси Христос, сестра. Во славу Божью. У нас на этом не заканчивается. Уже так уже как-то привыкли мы, что сразу после прочтения определенных посланий или что там приходится, брат Михаил Каримов считает по одной проповеди. Если ты, здесь ваше время. Да, Валентина, отключите, пожалуйста, видео.